После уборки лука и чеснока почву необходимо подготовить к посадкам на следующий год, чтобы она отдохнула и напиталась азотом, но при этом, чтобы на ней не прорастали вредные сорняки. Лучшим решением всех проблем будет посадка седиратов после уборки овощей. Это растения, которые помогают насытить почву всем необходимым для будущего урожая. Обычно это быстро растущие бобовые культуры. Когда они подрастают, их скашивают и оставляют на почве в качестве мульчи. Корни при этом постепенно перегнивают и насыщают почву всем необходимым. А еще одно преимущество седиратов – это избавление почвы от сорняков. Самыми популярными являются овес, рожь, белая горчица или фасоль. Чаще всего используется именно белая горчица. Она очень доступна и всегда есть на кухне у хозяйки. Она поможет обогатить почву кислородом, раскислит грунт для будущего урожая, даст структурам земли очень много азота, победит грибковые болезни, противостоит сорнякам и вредителям, а также эффективно мульчирует почву для сохранения влаги. Горчицу можно засеять сразу после уборки чеснока и перекопки почвы, и уже на 6-7 день после посадки появятся первые всходы горчицы. Когда ей будет около 6-7 недель от дня посадки, ее нужно скосить и присыпать почвой. Чтобы стебли не огрубели и не остались в почве непереработанными, нельзя допускать, чтобы горчица начинала цветение. А еще вы можете посадить горох или фасоль. Преимуществом двух этих культур является то, что кроме мощного эффекта сидерата, вы еще успеете осенью собрать хороший урожай этих продуктов.